Расчехляют лодки, достают вёсла. Жители Челябинской области готовятся к паводку. В трёх районах региона уже затоплены дороги. На границе с Казахстаном закрыт контрольно-пропускной пункт. А в одной из школ прорепетировали приём пострадавших от большой воды. Подробности у наших корреспондентов. В Емманжелинске на дорогах журчат ручьи. В них целые горы бутылок, фантиков и другого мусора. Есть даже одежда и обувь. Рядом с небольшой речкой гаражи, источник загрязнения. Их владельцы, по словам коммунальщиков, выбрасывают хлам прямо в реку. Специалисты в шоке, ведь перед наступлением зимы полностью очистили эту территорию от мусора. Вывезли его на 12 КамАЗах. Где ваша совесть? Ведь ни в одной стране мира не найдётся столько денег, чтобы за каждым убрать вот столько мусора. Ведь совесть-то какая-то должна присутствовать у людей или нет. А если эта вода сейчас где-то остановится и начнёт топить улицу 8 марта, кто за это будет отвечать? Из-за мусорных куч подтопление грозит жителям ещё 4 улиц. Экологи готовы за свой счёт установить баки для отходов. А вывозить мусор будут на деньги владельцев гаражей. Цена вопроса чуть меньше 22 рублей за месяц. Для этого нужно заключить договор. Правда, по словам специалистов, желающих пока нет. А это Верхнеуральский район, всего Форштадт. Местные жители расчехляют лодки и достают её ослах, готовятся к приходу большой воды. Ну, у нас лодка есть на всякий случай. Уже рыбак. Ну, вот так вот подойдёт. В подполь, конечно, каждый год бывает. Ну, не год, там, примерно. Вот так подойдёт, значит, она в подполь придёт. А местный житель села Николай рассказывает. В 50-х годах Паводок чуть не оставил его без дома. Но приходу большой воды в этом году будет только рад. Ну, хоть маленько разнесёт всё маленько. Очистит. Чище будет. Что делать, если город затопит? Уча школьников МИАСа. Ученики с педагогами отрабатывают, как вести себя при эвакуации людей во время Паводка. Пункт временного пребывания разбили в 16-й школе. Есть и легенда учений. Легенда, то есть это прорыв на гидротехнических сооружениях и действия ВК-комиссии в данных ситуациях. Пункт вмещает до 500 человек. Здесь есть комнаты матери и ребёнка, столовая, где можно приготовить еду, спальня, медпункт. Кроме того, с людьми будут работать психологи. Если какие-то неприятности случаются в старой части города, мы должны развернуть этот пункт в течение трёх часов. Разворачиваем пункт, принимаем людей пострадавших, обеспечиваем временное размещение до 12 часов. Паводок заблокировал границу с Казахстаном. Там сотрудники МЧС скрыли два метра дорожного полотна. Закрыт контрольно-пропускной пункт Мариинский, недалеко от Карталов. Проехать Казахстан можно только через Троевский и Варнинский районы. Кроме того, затопило магистрали трёх муниципалитетов области. К примеру, в Агаповском районе глубина воды доходит до 4 сантиметров, а в Садкинском до 10. Последствия прихода большой воды устраняют автогрейдеры, экскаваторы и бульдозеры. Делают водоотводы. На следующей неделе синоптики прогнозируют плюс 14 градусов тепла, поэтому есть вероятность подтопления и других территорий области.